Не верьте своим глазам. Инжир, полоски сыровяленого мяса, это все, конечно, безумно вкусно, но я их использую только ради красивой картинки. В сегодняшнем выпуске я вам покажу соус. Очень простой, но очень вкусный. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Мне очень нравится готовить разные соусы, и я считаю, что французы в своем убеждении, что с хорошим соусом можно съесть даже старую подметку с совершенно правой. Сегодняшний как раз из таких. Я вам уже показывал совершенно замечательный бешамель, прекраснейший винегрет, испанский алеолик, классический майонез провансаль. Я показывал самый потрясающий соус современности сальса берде, и уверен, что 95% из вас его пропустили, а из тех, кто посмотрел, приготовили процентов 10-15. И хочу сказать, игнорируя сальса берде, вы лишаете себя самого большого кулинарного потрясения в жизни. Он офигенен. Бегом на рынок, покупайте зелень и готовьте. Это... у меня нет слов, это великолепно. Ладно, пройдем на рабочее место, покажу еще один простой и очень классный соус. Хотя я подозреваю, опять повторится та же самая история. Посмотрите и забудете. Хотя сегодняшний соус потрясающий. Это великолепная заправка для салатов, для десертов. Попробуйте приготовить, а. Для приготовления понадобятся сливки двойной жирности, ну это 20%, ну плюс-минус. Немного мяты и лимон, либо лайм. Пропорции такие. На один средний лимон 300 миллилитров сливок. Я готовлю из лайма. Он мелковат, поэтому сливок возьму 150 миллилитров. Поехали. Рецепт настолько прост, что его и рецепт надо назвать стыдно. Но прекрасно понимаю, что если вам красивую картинку не показать, то вы их готовить не будете. Выдавлю сок лайма в чашку и положу сюда несколько листиков мяты. Надо их немного размять и оставить, чтобы сок лайма напитался ароматами. Особенно сествовать не стоит. Немного помну и все. Листья надо оставить в соке хотя бы минут на 15, а потом удалить. Пока сок ароматизируется, займусь подготовкой сервировки. Подавать соус я буду с десертной закуской. Отхватил инжиры неплохого. Я еще раз повторюсь. Вы просто соус попробуйте приготовить без всякого инжира. И сам соус попробуйте, он того стоит. Еще нарежу немного сыровяленого мяса. Для эффектности подачи. Ну и для того, чтобы сладости инжира тенить соленостью этого мяса. Много его не надо. Чуть-чуть. Сервировщик из меня аховый. Подавать буду вот на этом куске камешка. Пока я тут с перестановкой камеры и перестановкой света занимался, сок лайма уже ароматизировался. Давайте займемся соусом. Все очень просто. Удаляю отсюда мяту и начинаю тоненькой струйкой добавлять сливки. И аккуратно помешивать. Смотрите, что происходит. Буквально на глазах соус загустевает. Вот так вот. Все готово. Маленькое ноу-хау. Хотите добавить в этот соус немного яркости? Добавьте чуть-чуть лимонной цедры. Ну или цедры лайма в данном случае. Осталось только положить соусов в каждую инжирину. Добавить немного мясной стружки. И готово. Можно пробовать. Сочетание изумительная, приторная сладость инжира, легкая кислинка соуса в этой кремовой структуре этого самого соуса и сыровяленое мясо, слегка солноватое, просто прекрасно. Изумительно. Настоятельно вам рекомендую. В качестве заправки для зеленых салатов этот соус тоже великолепен. Но я это говорю. Несколько тонкостей касательно этого соуса. Сливки, которые продаются в магазине, все разные. Есть натуральные, а есть с какой-то кучей добавок. Я пока не смог до конца точно отследить, какие же правильные, какие нет. И этот соус у меня не всегда получается очень сильно густым. С некоторыми сливками, я, к сожалению, не запомнил эту марку, но вам она ничего не скажет, потому что эта марка испанская. С некоторыми сливками этот соус густеет и становится по густоте, как очень густой майонез. А с некоторыми остается вот такой, как майонез, такой легкий, стекающий, как густой кисель. Вам рекомендую попробовать с разными сливками и подобрать ту густоту соуса, который вас устраивает. Потому что заправлять салат очень густым соусом, ну, наверное, на мой вкус не очень хорошо. А для десертных каких-то составляющих, для фруктов, прочего, хотелось бы наоборот, такой плотной-плотной структуры. Но инжир здесь, повторюсь, совсем не обязателен. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Помните, кулинарная пропаганда – самая вкусная пропаганда на YouTube. Спасибо за поддержку, за комментарии, за лайки, за репосты. Вы помогаете каналу расти, и нас становится больше. И это классно. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!